Палитана Больше примерно на 850 штук. Всего вершину горы Шатрунджая покрывает что-то около 863 штуки больших и маленьких храмов, которые джайны строили здесь в течение 900 лет. Почти тысячелетия. Краткая справка про джайнизм, если кто не в курсе. Джайнизм – одна из четырех традиционных индийских религий, практически ровесница буддизма, возникла примерно в VI веке до н.э. Джайны поклоняются 12 учителям. Название их происходит от слова «Джива» – «Душа», а путь, который они исповедуют, называется «Шведамбара», то есть «Путь, одетых в белое». Триджка Андрея. Русь святая. Вот с юным. Тот же. Али Ахмат. Тот же. В отличие от паломничества на гору Гернар, где действительно было состояние и чувство с большой буквы, здесь больше религии, внешнего и формального. Например, куча бессмысленных строгостей типа «в шортах нельзя, с видеокамерами нельзя», «кругом шебуршит охрана и отслеживает туристов, не оплативших право на съемку». Это раздражает. Хотя, с другой стороны, джайнизм, и тем более джайнские паломники, как-то редко попадаются на наших туристических тропах. Поэтому наблюдать их в массе ритуалов, молитв и путш – вещь редкая и ценная. Самые первые храмы были построены здесь в 11 веке, но пришедшие в 14 и 15 веке мусульмане все это разрушили. Так что, с 16 века вся история началась заново вместе со строительством. Последние храмы были сооружены здесь в 19 веке, но, опять-таки, благодаря совершенно безобразной системе поддержания ремонта, когда каменный храм просто замазывается краской, все храмы, за редким исключением, выглядят пошлым новоделом. Многие храмы вообще сделаны из бетона. Я вычитала тут весьма странную вещь, что бетонное строительство в Индии никак не связано только с дешевым и ленивым новоделом. Бетонные храмы и лепнины имели место быть с 18 века и считались просто новой прогрессивной технологией строительства. А прекрасная беломраморная резьба, которую прославились женские архитекторы, к этому времени была полностью забыта. Трудно сказать, есть ли в этом вина англичан, которые к 18 веку уже плотно устаканились в Индии со всеми своими лифчиками и прочими новоделами. Субтитры создавал DimaTorzok Джайна исповедует строжайшую аскезу, что крайне заметно было из их способа преодоления тропы паломников. И гипертрофированное милосердие ко всему живому. По-настоящему они должны все ходить в намордниках, чтобы, не дай бог, со вздохом не проглотить мошку. И венчиком подметать перед собой землю, чтобы не наступить на червячка. Разумеется, Джайны строжайшие вегетарианцы. Им запрещены многие виды деятельности, способные причинить вред живым существам, например, сельское хозяйство. И что им бедным оставалось в традиционном агрокультурном обществе? Бедные, бедные. Оставалось им только что прозябать в банках и ювелирных мастерских. Но еще и торговать. Это дело самое гуманное. Червячки не пострадают. Понятно, что через пару столетий выходцы из женской общины остались самыми богатыми людьми Индии. Банкирами, ювелирами и бизнесменами. Бедные, бедные аскеты. Редактор субтитров А.Семкин Кроме того, что храмы Политаны считаются одним из самых священных паломнических мест джайнизма и самым большим храмовым комплексом Индии, они также включены в довольно странный российский туристический маршрут по следам Афанасия Никитина в Индии. Поездка эта стартует в Твери и проходит через Гуджарат и Политану, вплоть до Дели. Афанасий Никитин, правда, видел здесь совсем другие. Резные, кружавчатые, беломраморные храмы, которые сохранились сегодня, например, в Монтабу. Но вовсе не этот интерьер. То, что джайны сумели превратить все минусы и ограничения своего учения в сплошные плюсы, вызывает искреннее уважение. А вот что вызывает столь же искреннее сострадание, так это джайнские паломницы под своим платочками. Тут место вспомнить любимую Костикину фразу. Индия, о учитель, лежит на самом краю земного диска, и населяют ее только пляшивые люди. Это точно про джайнских паломниц. Они лысые, но не просто лысые, в смысле бритые. Перед паломничеством джайнки выщипывают все волосы на теле, в том числе и на голове. Бриться нельзя, металл, материал нечистый. Кстати, похожую тему я нашла у еврейских хасидов, что металл может осквернить жертвенник. Так что вместо волос у некоторых барышней вырастает на голове какой-то омерзительный гагачий пух. Впрочем, по их совершенно веселому и счастливому поведению, трудно сказать, что они сильно страдают. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова